И в них входят три основа дара. Это слово знания, слово мудрости и различия духов. Запомните, очень важно, это не предложение, а слово. Слово. Одно слово, и оно принесет благословение для тебя и для меня. Итак, я немножко хотел, чтобы вы посмотрели на слово знания. Интерпретэшн, или как его правильно понимать. Итак, слово знания, это сверхъестественное откровение, даваемое Святым Духом, определенном факте о настоящем или о прошедшем. О человеке или ситуации, о которых даже человек в уме даже не понимал и не мыслил. Дар слова это часть, а не вся картина. Это знание, которое есть у Бога, об определенном предмете. Он связан с действием или информацией. Он показывает нам истинное положение вещей в настоящем и в прошедшем времени. Я часто привожу этот пример, еще хочу сказать, вот Сергей, есть компьютер, лаптап. Я хочу сказать, что, к сожалению, и у вас может у кого-то там дома припрятан. И я могу держать в руках, но пойти в программу я не могу. Почему? Я должен знать пасворд.